Настоящий солдат, лучший из лучших сыновей Родины. Таким Андрей Корнилов навсегда запомнится своим заслуживцам. Рассказывают, в трудную минуту на него всегда можно было положиться. Бывшая супруга Андрея, Марина, вспоминает, он был хорошим отцом, заботился о дочерях и помогал своей семье. Военнослужащий героически погиб во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Если мы начинаем проявлять какую-то слабость, то на свет вылазит всякая нечисть. Которая хочет разорвать нашу страну, поставить на колени. Но поверьте, этого никогда не было и не будет. Потому что на пути этой нечисти встают такие ребята, такие настоящие солдаты, как Андрей Евгеньевич. На службу по контракту в ракетные войска и артиллерию Андрей Корнилов поступил два года назад, в 2020-м. 17 марта семья узнала, что мужчина отправился на Украину, выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Рядовой погиб во время диверсии, которую устроили 14 апреля вооруженные силы Украины. Диверсионной группой националистической армии Украины было совершено нападение на границы республики. Смелыми и решительными действиями батальона тактической группы, бригады. Диверсионная группа была уничтожена, но к великому прискорбию Андрей в ходе боя смертельно был ранен. Андрею Корнилову было 40 лет. У него остались две дочери. Рядового похоронили на кладбище Рубежное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин